Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодя. Ну что, друзья, наконец-то компания Apple провела свою долгожданную презентацию и показала свой невероятный iPhone 13. И если вы думаете, что начитавшись разных там сливов в интернете, вы уже все знаете об iPhone, то не спешите с выводами, потому что в этот раз Apple удивила даже меня. И iPhone 13 оказался не таким, как мы с вами его ждали. Так что обязательно смотрите этот ролик до конца, чтобы увидеть все фишки нового iPhone, от которых вы точно будете в шоке. И в этот раз Apple снова доказала, что держит у себя в компании самых лучших и креативных дизайнеров, которые наконец-то сумели заново изобрести внешний вид iPhone. Да ладно, я прикалываюсь, Apple опять не стала менять дизайн своего iPhone и по большей части скопировала дизайн iPhone 12. Так что одним теперь придется доказывать, что у них самый последний iPhone, а вторые смогут надеть чехол и рассказывать всем, что все-таки успели достать iPhone 13. Все же, конечно, не все так печально, и в дизайне все-таки нашлось пара действительно важных изменений. Значит, во-первых, обычный iPhone 13 теперь можно отличить от предыдущей модели по расположению камеры. Так что будет сразу понятно, кто врет, что у него iPhone 13. Он пальцами будет постоянно прикрывать камеры, потому что в 12-м iPhone они стояли вертикально, а вот в новом смартфоне от Apple разместили их уже наискосок. Так сказать, лениво и со вкусом. Раньше камеры iPhone стояли вертикально, сейчас наискось. Ну, слушайте, если в следующем iPhone их горизонтально расположит, то мы с вами и увидим, так сказать, как камеры iPhone упали. Ну, а что касается iPhone 13 Pro Max, то там изменений в виде дизайна камеры считать, что и нет. Ведь там также три объектива, которые расположены треугольником, а в пустые пространства вписаны вспышка и сенсор леда. Но стоит все-таки признать, что они показали новые расцветки, так что хотя бы что-то новенькое в дизайне все же есть. Ну, а второе такое большое изменение в дизайне – это та самая челка. И даже невооруженным взглядом видно, что она стала меньше. А если точнее, то на 20% меньше. Правда, вот по высоте разницы нет. И вот, если честно, то вот мне уже как-то все равно даже на эту челку. Такое можно часто услышать от высых людей. Так, Русик. Так вот, стоит забить на эту челку, так как существует она еще с 2017 года, и за вот это все время мы уже с вами к ней привыкли. Перестали плеваться, а многие даже полюбили такой дизайн. Да и ко всему в 2021 году вот такая вот челка – это, можно сказать, даже отличительная черта айфона. Ведь производители Android-смартфонов уже давно перешли на вырезы в дисплеях. Хотя хочу напомнить, что некоторые бренды вроде Xiaomi и Samsung уже даже ставят подэкранные фронталки. Все же, вы знаете, как-то интересно. Вот челку уменьшили, но при этом все равно удалось прокачать Face ID. То есть теперь он занимает меньшее пространство, но, по словам Apple, работает все так же быстро. Ну, давайте поживем увидим. Хотя, знаете, лучше бы Apple все-таки помозговали и добавили нормальный сканер отпечатка пальцев. Да, потому что людей до сих пор составляют ходить в масках. По каждому разу дергайся за нос, когда хочешь купить там какую-то маленькую чашечку кофе. Ну, слушайте, это как-то не прикольно. К тому же места под сканер полно. Вон, посмотрите, какая в iPhone 13 большая кнопка включения. Она так и просится, чтобы в нее вмонтировали сканер отпечатка пальцев. Или вон камеры по диагонали расположили. Так вот, на место предыдущей камеры и влепите этот Touch ID. Хотя понятно, что Apple всегда виднее, чего хотят пользователи, и кто я такой, что им еще и указан. Хотя, вы знаете, это не единственный странный поступок Apple. Потому что и в этом году она снова выпустит сразу 4 версии iPhone 13. Как будто мы себе можем позволить хотя бы одну. В общем, выйдут маленькие, два нормальных, ну и один огромный, Pro Max. И если вы не понимаете, что здесь странного, то значит, вы просто плохо смотрели мои видео. Потому что недавно Apple свернула производство iPhone 12 mini. Потому что эта модель оказалась самой непопулярной, и даже прошлогодние смартфоны компании продавались лучше миника. Во сколько вот обойдутся вот эти вот разные версии iPhone 13, я расскажу немножко позже. Но уже сейчас могу сказать, что одна из версий вас реально удивит. Притом, не только ценой. Все же вас вполне могут удивить и расцветки новых iPhone. Потому что в этот раз Apple, вы знаете, словно решила омолодиться. И выпустить несколько вот буквально в смысле ярких моделей. А если вы напряждали анонс нового iPhone не ради инноваций, а только чтобы купить подешевле прошлую модель, то не зря. Потому что, судя по e-каталогу, в этом году iPhone 12 и 12 Pro подешевели примерно на 150 долларов. А вот iPhone 11 Pro за последние полгода упал в цене еще где-то на 200 долларов. Так что, если вы ждали серьезного удешевления прошлогодних iPhone, то время наступило. Ну, а если вам не важно, iPhone это будет или Android, а просто хочется хороший смартфон, то e-каталог подберет вам то, что нужно. Ведь это настоящая товарная Википедия с удобным фильтром по цене и характеристикам, возможностью сравнивать между собой, а также еще и почитать отзывы о них от реальных пользователей. К тому же e-каталог еще и подскажет, где вот этот вот смартфон можно купить дешевле всего. Притом, у e-каталога прямые ссылки на магазины, и сайт не делает никаких наценок. Ссылочка на e-каталог будет в описании под видео, в том числе и на сайт для Казахстана. И если изменения в дизайне вас не удивили, то вот то, что Apple сделала с дисплеем, это реально, конечно, бомба. Потому что в этот раз компания Apple сделала все то, что просили многие годы фанаты этой компании. И теперь уже все, теперь уже обладатели Android смартфонов не смогут троллить яблочников. Ведь iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max наконец-то получили долгожданные быстрые дисплеи с частотой обновления в 120 Гц. Так что теперь новый процессор Apple, о котором я расскажу вам немного позже, будет не просто пожирателем заряда. Ведь новый смартфон от Apple теперь будет работать не только быстро, но еще и плавно. Все же, вы знаете, Apple не была бы собой, если бы не продавала обычные вещи в три дорога и называла их инновациями. Потому обычные iPhone 13 и 13 mini не получили быстрые дисплеи. И вот такое вот решение Apple объяснила аж никак. Но у меня все-таки есть две версии. Или в младших версиях iPhone более слабая батарейка, или просто купертиновцы решили срубить побольше денег. Ну, зато хотя бы дисплеи в iPhone 13 стали более яркими. Ну, слушайте, это сделано для того, чтобы, наверное, оставить хоть какое-то яркое впечатление от дисплея. И тут дело точно не в слабом процессоре. Потому что то, что сделала Apple с A15 Bionic, ну, слушайте, это просто вау. Ну, по крайней мере, так заявляет сама Apple. И в очередной раз вот свой новый процессор для iPhone'ов преподносят как самый мощный чип в смартфонах в принципе. И пускай, конечно, я еще не видел тестов A15 Bionic в бенчмарках, но учитывая, что A14 Bionic обгонял по тестам Snapdragon 888 и Exynos 2100, то, знаете, Apple все-таки можно верить. Ну, а если вам интересны циферки, то вот этот вот A15 Bionic сделан по 5-нанометровому техпроцессу, имеет 6 ядер, а также еще и графику на 4 ядра. К тому же у него еще и в два раза больше системного кэша, чем в предыдущем процессоре. Притом в этот раз от такого мощного чипа уже будет больше толка, чем обычно, благодаря быстрому дисплею в iPhone 13 Pro и 13 Pro Max. Ведь в прошлом году iPhone 12 Pro тоже получил самый мощный процессор на рынке. Но по сравнению с тем же iPhone 11 Pro разница была видна только в бенчмарках, потому что как приложение, так они запускали плюс-минус одинаково. Ну, а теперь, покупая прошку, пользователи действительно будут получать что-то новое, ну, хотя бы в плане мощности и плавности. К тому же в A15 Bionic для iPhone 13 Pro и 13 Pro Max все-таки будет стоять чип с 5-ядерной графикой. Вот сидишь ты такой в байре, смотришь, там такая девушка красиво сидит. Ну, ты такой аж влюбился, ну, понял, да? Ты подбегаешь к ней и говоришь ей, привет, а она тебе говорит, I speak in English. И ты такой, стоишь ни бэ, ни мэ, чувствуешь себя каким-то тупым дураком. Правильно? Потому что английском ты не бум-бум. В школе в носу ковырялся вместо того, чтобы язык иностранный учить. Ну, ничего, сядь, успокойся, посмотри мои обзоры и купи себе какой-то смартфон. Пусть у тебя хоть что-то будет с мат. А, ты все равно английский не знаешь. Ладно, не благодари, подписывайся. Так вот, продолжим. К тому же вот эти вот новые iPhone получат еще и iOS 15, которая добавит много новых фишек, возможностей и улучшит старые фишки. Так вот, в новой операционке Apple улучшила уведомление, добавив функцию Focus, которая фильтрует уведомления. Ну, например, пользователь может ограничить демонстрацию SMS или уведомлений с Инстаграма или, к примеру, определенных номеров в рабочее время. Ну, а браузер Safari, в свою очередь, получил новый дизайн, благодаря которому пользователю теперь станет проще работать с этим приложением одной рукой. Ведь раньше-то как? Все пользователи Apple работали с этим браузером вообще одним пальцем. Просто нажимали закрыть и больше никогда не открывали. А вот что касается аккумулятора, то Apple, как обычно, точных цифр не раскрывает. Но все же купертиновцы рассказали, что iPhone 13 mini работает на полтора часа дольше, чем iPhone 12 mini. А вот iPhone 13 работает на два с половиной часа дольше, чем iPhone 12. Ну, а что касается проще, то iPhone 13 Pro работает на полтора часа дольше в прошлогодней версии, а iPhone 13 Pro Max работает на два с половиной часа дольше, чем iPhone 12 Pro Max. Ну, и ясное дело, что в новых айфонах Apple, конечно же, улучшит и камеры. И вы знаете, в этот раз она добавила действительно интересные фишки. Ну, например, все модели iPhone 13 теперь умеют не только фоткать с размытием фона, но еще и записывать видео с тем самым боке благодаря кинематографическому режиму. И да, большинство современных камер в смартфонах и так умеют размывать задний фон. Но работает это только если снимать объект с очень близкого расстояния. Ну а с iPhone 13 это уже можно будет делать с общими планами. И даже, например, переводить фокус с одного объекта на другой просто нажатиями по экрану. Да, да. Видишь, Русик, до чего технологии дошли? Коснулся раз и все, твое лицо не в фокусе. А поверь, для твоего лица это очень полезная вещь. И я прям не думаю, что это прям пригодится всем и каждому. Но функция вообще прикольная. Особенно, например, ее заценят там блогеры или фотографы, которые используют iPhone в работе. Вон Apple и вовсе сняла целую короткометражку. И получилось довольно круто. Ко всему Apple еще и доработала техническую часть камеры. И теперь iPhone 13 поддерживает стабилизацию со смещением сенсора, как в прошлогодних прошках. Ну и Apple также еще пообещала, что улучшила ультраширик, а также еще и ночной режим съемки, который теперь работает со всеми камерами. И ко всему Apple еще и увеличила сенсор в камере. Ну а что касается прошлых, то камеры ожидаемо, конечно же, получили больше улучшений. И, например, ультраширик теперь умеет делать более яркие фотографии и получил еще и автофокус. А телевик может приближать картинку с помощью трехкратного оптического зума. Слушайте, да с таким зумом можно даже очки для зрения не покупать. Или, например, проверить, как жена в квартире поубирала, как пыль протерла. Ну а главный модуль получил увеличенную апертуру, из-за чего будет теперь круче фоткать в условиях плохого освещения. К тому же Apple еще добавила во все новые iPhone некий такой улучшенный режим для про-съемки, в котором можно там подробно настраивать световые, фильтры, свет, тон, температуру, короче, и так далее. К тому же iPhone 13 Pro получит еще и поддержку съемки в формате ProRes. И если вот простыми словами, то это такой RAW только для видео. То есть ProRes оставляет больше деталей при сжатии, сохраняет изображение с широким динамическим диапазоном, короче, и так далее. Так что если за время существования iPhone 12 все-таки и появились вот эти вот Android-смартфоны, которые обходили iPhone 12 по качеству видео, то iPhone 13 сможет вернуть себе звание лучшего камерафона. Ну, а не самым приятным сюрпризом в презентации, это, конечно, было объявление стоимости этих смартфонов. И здесь, вы знаете, Apple, конечно, так неприятно удивила. Итак, базовая версия iPhone 13 mini на 128 гигабайт обойдется вам в 699 долларов. iPhone 13 с таким же объемом памяти будет стоить уже 799 долларов, что, в принципе, так же, как и в прошлом году. Ну, это легко объясняется тем, что изменений в этих моделях минимум. И вы знаете, что странно, что Apple не особо-то стала повышать стоимость и прошек. Ведь iPhone 13 Pro и 13 Pro Max на 128 гигабайт обойдутся вам в 999 долларов и 1099 долларов. Правда, конечно, стоит понимать, что с учетом налогов и наценки реселлеров, стоить эти смартфоны будут еще и в половину дороже. Ну, и цена, конечно, на iPhone выросла. Но исключительно из-за того, что в Pro версии будет максимальная комплектация на 1 терабайт. И вот такой вот iPhone 13 Pro обойдется вам в 1499 долларов. А iPhone 13 Pro Max будет стоить все 1599 долларов за версию на 1 терабайт памяти. Хотя я уверен, что с этим кинематографическим качеством камеры вам даже терабайта не хватит. И все равно придется разбираться с этим iCloud. Все же интересные смартфоны выпускает не только компания Apple, но еще, к примеру, Xiaomi, Samsung, Sony и многие другие производители. И посмотрев вот эти вот ролики, вы узнаете, какие устройства реально стоят вашего внимания и денег. И главное, помните, все самое интересное в коробке.